Эфир телеканала Беларусь 1 протягивает новины региона. У студии Натальи Игнатенко. Добрый день. На сегодняшнем посяжении Абл-Выканкама проанализованы выники инвестиционной деятельности в этом году. Только за первое полгода экономика региона накеровано маль 20 триллионов рублей. По этому показчику Гомельщина соступает только Минской области. Разом с тем, по широкому позиции ситуацию ясно нелью назвать задовольняющей. Олег Сенцеров подтекавился перспективами. Инвестиции – это задел на будущее. По сути, это то и финансовый подморок, который позволит развивать экономику в ближайшей перспективе. Для Гомельской области и ее великая промысловая база – это особо важно. А тому работа по протягнению инвестиций тут ведется постоянно. 100,1% – это по выниках бегущего года, когда лечить с початку пятигодки 127% – самый высокий показчик в Беларуси. О причатках сегодня будут выполнены и такие показчики, как притягнение замежных инвестиций. Подстава для такого стверждения – наявность инвестпроектов, которые реализуются у целлюлозно-паперовой, машинобудовничей и нафтовых глинах, а так само металлургии. Причем сродки мкнутся вкладывать с максимальной эффективностью. Можно построить здание, коробку – это тоже инвестиции, но эта коробка не дает никакого эффекта в экономике. А можно вложить очень современное технологичное оборудование, которое будет давать новый продукт, товар с очень высокой добавленной стоимостью. Так вот у нас этот показатель сегодня в активную часть вложения порядка 43%. Это лучший показатель в Республике Беларусь. То есть это в оборудовании. Великая надея в плане притягнения инвестиций на свободную экономичную зону Гомель-Ратон. Сейчас тут зарегистрировано 78 резидентов, 3 из которых отримали ответственный статус в этом году. И еще с 5 компаниями ведутся перемоги, причем 3 из них вероятно так само будут зарегистрированы уже все лета. В уголе у администрации СЭС сегодня готовы разглядать любые махчимости по притягнению инвестиций. Я хочу провести круглый стол на базе бизнес-центра свободной экономической зоны с приглашением ЕС, органов управления, министерств, ведомств. В связи с тем, что сейчас возникает много вопросов у наших резидентов по ведению бизнеса, начиная с 2017 года. Сферы, которые сегодня наибольши притягальны для инвесторов, вытворчность нафтопродуктов, машин и обсталивания, транспорт и совесть, химичная вытворчность. Разум с тем, у Гомельским Абро в оконками перекананы, сегодня необходимо больше активно притягивать сродки и у инши сферы, починающие от оказания информационных и туристичных послуг. Мы в этом году наконец-то запустили по полной программе технопарк наш. Мы зарегистрировали достаточно большую группу новых резидентов, что радует, что очень приходит много компаний с IT-технологиями. И там вот молодые люди, по сути дела, с компьютерами делают такие объемы, которые порой делают наши достаточно средние предприятия. Причем зарабатывают в валюту. Вот эти направления для нас очень интересны. Они достаточно развиты во многих странах, которые достигли больших успехов. Такие, как Сингапур, как Тайвань и так далее, как Япония. На этом страны поднялись, по сути, страны, которые не имеют собственных ресурсов. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, телераду компания «Гомель». Напереды дни первого вересня на Гомельщине проходит добрачная акция белорусского детячего фонда «Узберем в школьный портфель». 11 детей стали уладальниками ранцев со школьными приналежностями. Але сбор новых подарунков для детей протягивается. Цито констовары, цито гроши и любой подрымцы будут рады. Наполнить ранец може кожны до первого костричника. Подарунки детям уже зрабили шмат якие предприемства областного центра и простые же хары Гомеля. Дякую им за три месяца акции школьные портфели отрымали 24 детяти. Менавито гэты и рабяты больше за инших мают потребу у патрымцы и увазе. Перш за всех подарунки отрымали выхованцы опекунских семьев, социальные сироты и дети-инвалиды. Сегодня для семьи, на наш взгляд, это для таких семей, которые не имеют больших доходов и не так много зарабатывают, какая-то помощь. Реальная помощь. И мы рады тому, что нам удается это сделать. С початком вероясня в нашей краине будет даден старт масштабной республиканской акции «Любить Беларусь». И ее головная идея – поддержка духовной спадшины и захование национальных культурных традиций. В рамках акции заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Бяседа» проедет по городах нашей краины с концертным туром. Он начнется 2-го вероясня в Гродне и завершится 10-го костричника в Минске. Организаторы проекта – это «Белтелерадиокампания», «Телеканал Беларусь-3», «Республиканское громадское объединение «Белая Русь» – обещают, что программа концертного тура будет насыщена яркими номерами с уластивым коллективу «Национальным колоритом». У Гомельской области ансамбль «Бяседа» даст одразу три концерты. 11-го вероясня яны выступят у Светлогорску, 12-го в Жлобине, 13-го в Гомеле. У городе над Сожем и Светлогорску выступление заслуженного коллективу отбудется у стенах городских центров культуры. У свою чергу Жихары Жлобина смогутся триматься салоду от творчості таленавитых артистов на центральной площади города. Приглашаем всех жителей нашей любимой Гомельщины на такой замечательный концерт такого замечательного коллектива, как «Беседа». Тем более само слово «Беседа» предполагает, что когда мы собрались, пообщались, вспомнили наши традиции, попели песни и поделились позитивно друг с другом. На 29-е жнивня у Гомеля обвешена вела суббота. Такая информация была огучена подчас проведения ответного брифингу у Аблвы-Канкаме. Инициатором акции выступила Федерация велосипедного спорта Гомельской области совместно с Аблвы-Канкамом и областной дзерж аутоинспекцией. Вероника Ворошилина с подробязностями. Кто с велосипедиста у Немара, не остерегающийся за свое здоровье и не порушающий правила у дорожного руху, покататься по городских автомагистралях? У Гомеля фантазия матора велопрагулок вырошили в особистью життё уже в ближайшие выходные. Как плануется, мероприемство будет организовано 29-го жнивня на автодорозе «Усходний обыход». С 9 до 14 годин на адреску от пересечения в улиц Каменщикова и Чачерской до бульвара Гомельской правды будет заборонен проезд аутотранспорту. Коли велосуббота пройдет по спехову и протягнет великую колькозь гомельчан, организаторы мают намер заробить ее что-то дневой. Велодвижение – это ведь не только путь от работы домой, куда-то передвижение. Велодвижение – это еще и отдых. Очень приятно сейчас по городу встречать, когда целыми семьями ездят на велосипедах. Уже многое в нашем городе сделано. Появились в этом году велодорожки. Но надо продолжать эту хорошую инициативу. Удельники брифингу рассказали журналистам и об идее проведения доброчинного молодежного велопробега. Его главная мета – долучение людей розного взрослого до здорового ладожиття и активных форм организации вольного часа. А так само – сбор сродков на доброчинные меты. Велопробег отбудется 20 вересня на территории Гомеля и района. Уделы им могут принять усередающие во взросле от 18-ти годов. Усим, кто затекавлены поудельничать, необходимо до 14 вересня пройти регистрацию у социальной сетцы. Тут же можно ознайомиться с подробностями проведения велопробегу. Много ребят занимаются велокроссом, совершают свои велопробеги по пересеченной местности, по дорогам вокруг города. Ну и как-то так возникла мысль всех этих ребят объединить и провести велопробег, посвященный здоровью Беларуси. Наша инициатива получила отклик в лице власти, в лице людей. Поэтому стараемся провести это мероприятие, чтобы оно осталось в памяти у жителей нашего города. Ну и тех, кто будет участвовать, тоже, чтобы оно им понравилось и принесло пользу. Кожная из запланованных акций предуглеживает для велоаматоров приемные сюрпризы и памятные подарунки. До того же организаторы выполнены. Удельники отримаются не только зараз становших эмоций, але и еще раз одно ведь у памяти правила дорожного руху. Чем больше мы вовлечем как и взрослых, так и детей в это мероприятие, я думаю, тем больше людей задумывается и о безопасности дорожного движения, а также пересесть с автомобиля на велосипед и сделать как и в городе нашем воздух чище, так и дороги наши свободные. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, Телерадио Компания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах Телерадио Компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнатенко. До встречи в вечернем эфире на телеканале «Беларусь-1» у 18.40. Субтитры создавал DimaTorzok